Мы одинобл.ру, и сегодня у нас очередная онлайн-трансляция, потому что сегодня, вот, самое главное, я должна сказать, что это микрофон. Микрофон я уже говорю. Итак, сегодня день закрытия второго международного кинофестиваля «Причувствие», и мы попытаемся подвести итоги, поговорить о том, каким он был нынешний кинофестиваль, и каким он будет в следующем году. Обязательно постараемся раскрыть главную интригу дня, какой из фильмов «Причувствие» станет лучшим, кому достанется главный приз на фестивале и статуэтка в форме челябинского метеорита. Ну, просто взрыв, можно сказать. Кому достанется, мы говорим, что мы можем вечером. Хорошо, мы не будем называть имена, но хотя бы попытаемся из вас, не знаю, с намеками. Вот, значит, у нас замечательные просто сегодня спикеры, исполнительный директор кинофестиваля «Причувствие» Ангелина Голикова, город Москва, бурные аплодисменты. Всем здравствуйте. Начальник управления культуры города Челябинска Леонора Халикова. Опять же, аплодисменты. Это город Челябинск. И исполняющий обязанности президента кинофестиваля «Причувствие». И режиссер фильма «Брестская крепость», «Елки», «Инсайд» сериала «Троцкий» и многих других. Кинорежиссер Александр Котт. Вы заметили, здесь у нас нет таблички «Город Москва», «Челябинск», «Петербург», «Гражданин мира», можно сказать, потому что вы у нас снимаете сериалы и фильмы, и, конечно, это международного уровня, и, естественно, это «Гражданин мира». Ну, а начнём мы подводить итоги, то есть начнём с того, что вот каким, ну, наверное, вопрос к Леоноре сразу, да, то есть каким вы этот фестиваль, вот, ну, можете уже сравнить, да, что было в прошлом году, что в этом году, вот как вам? Ну, на самом деле я хочу сказать, что у фестиваля всё-таки тенденция идёт в гору. На самом деле, потому что очень здорово, что уже у фестиваля появился свой зритель, вот, и это для нас, конечно, да, некий такой, так скажем, успех, потому что в том году было очень сложно начинать, потому что это первое, и потом фестиваль, он у нас уникальный, он единственный вообще, в принципе, в стране, да, который эксперимент с форматами и технологиями, вот, но у фестиваля есть свой зритель, и очень много было посещений, то есть фестиваль именно зрителя. И, конечно, что мы для себя отметили, это большая посещаемость, это документальные программы, потому что документальное кино, это всё-таки, да, очень такое, не для всех, так скажем, но здорово то, что были почти полные залы, и мы это, конечно, отметили, и, честно говоря, для нас это очень позитивно. Ну, вот о будущем фестивале мы тоже ещё поговорим, да, в конце нашей конференции. А вот, Ангелина, вот как вы тоже вот в сравнении уже, мы вначале встречались, да, давали старт этому фестивалю, вот что сейчас уже, предчувствие вас не обманули? На самом деле, думаю, что для меня было две основные вещи. Это первое, что друзья и гости фестиваля поверили, что, в общем-то, можно ехать в Челябинск, и поверили в то, что здесь действительно происходит что-то важное, и я благодарна всем гостям, что они поддержали, приехали, потому что, на самом деле, вот сегодня все гремят тем, что у Петрухина и у Анны Чурина и премьера, и по всему городу висят плакаты с их фильмом, и я понимаю, что ребята в университете первые увидели кадры компьютерной графики, эпизоды из фильма, то есть это было ещё до того, как фильм вышел в прокат, а здесь студенты уже имели возможность посмотреть целые эпизоды картины и могли посмотреть, как делается там графика, и, собственно, увидеть этих звёзд, которые сейчас висят на всех плакатах по всему городу, увидеть их вживую. И второе – это то, что была возможность встретиться с режиссёрами, которые привезли эти картины, потому что я видела, как для многих ребят вот просто поговорить и, например, встретиться с Александром Котовым вживую, и, как мы обычно все смотрим, это по телевизору, это кино, а на самом деле для них, я считаю, что это моральная очень большая поддержка. И то, что там к ним приезжают действующие режиссёры, и Клим Шипенко, например, они фотографировались с ними так искренне, это просто вот эти селфи с маленькими юными девчонками и парнями, которые только собираются быть режиссёрами, они видят этого реального Клима, этого настоящего непридуманного человека, который рассказывает, как он снимал, как делается то, что люди летают в космосе. Для меня это безумное счастье. И второе – для меня счастье то, что всё-таки этот фестиваль делается не командой, которая приезжает и делает весь этот фестиваль здесь, как это обычно бывает, а этот фестиваль делается совместными усилиями. И только благодаря этому так Сергей Валентинович Мирошеченко хотел изначально, и так договаривались, и слава богу, что так получается. Что, конечно, вся информационная поддержка – это всё ваши люди, весь пиар – это ваши люди, кинотеатр «Знамя», «Пушкин» – это всё площадки ваши, и руководители всех этих центров – это, безусловно, очень талантливые, умные люди, которые просто делают свою работу, при том, что они делают это первый раз, и делают не хуже, чем многие люди, которые профессионально делают фестивали. Поэтому здесь я благодарна и рада, что администрация города и, в общем-то, губернатор, несмотря на то, что у него происходило в эти дни, в общем-то, я представляю себе, какая у него была эмоциональная нагрузка, и, в общем, и выборы тут, и всё на свете, но всё равно все нашли время и глава города уделить внимание нам. И самое приятное, что я видела прекрасных ваших чиновников в зале, потому что они тоже пришли посмотреть кино. И, наверное, вот это и есть победа, что мы точно знаем, что это не просто отчёт, а реальные действия и реальные зрители. Но в этом году, конечно, гостей больше было, чем в прошлом году. Вот то, о чём вы говорите, в чём он вырос, было больше гостей, больше режиссёров, которые действительно привезли свои картины сами. И, наверное, к этому мы и стремимся. На следующий год есть несколько интересных идей, которые мы уже в себе там таим и созрели. Ну, посмотрим, насколько это получится. В общем, фестиваль шагает уже, так скажем, по стране, то есть на слухи и рассказы о том, что здесь происходит, что об этом событии разносится дальше и дальше. Ну, вот, Александр, вы всё-таки были на многих кинофестивалях. Вот что здесь вас зацепило, так скажем? И вот вы привыкли всё-таки видеть картинками, да, и мыслить картинками? Вот какие картинки у вас больше всего перед глазами? Первая картинка – это взгляд на город из самолёта. И какие-то бесконечные тайга или что-то, бесконечные леса вокруг. Ну, самое главное впечатление, которое я получил, впечатление – это люди, это встреча, которая была в Челябинском институте культуры со студентами. Я сам изначально учился в московском. Называется «Кулёк» назывался. У нас «Кулёк» другой называется. Ну, вот, и были очень интересные вопросы. Я показал фильм «Инсайт», и получилось какое-то живое общение, потому что ощущение иногда, что ты как бы общаешься сам с собой. Ну, приезжаешь, а люди не включены, и приходится тратить много сил на то, чтобы, в принципе, увидеть глаза. А так получилось, что все ребята очень были заряжены, вопросы были максимально интересные, конструктивные. Как-то очень живой диалог получился. Потом я почувствовался актёром-звездой, со мной стали фотографироваться. Обычно все режиссёры как-то за кадром. И, в целом, очень приятное впечатление. И предчувствие меня не обманул точно. И, конечно, я хочу сказать, что невозможно заменить Сергея Валентиновича. Вот эта формулировка такая. Всполняющая обязанности. Да, и я сразу чувствую, что у Сергея Валентиновича всё в порядке. В этом смысле спасибо за доверие, во-первых, потому что, конечно, это человек гора, и вам повезло, что он здесь родился, и с вами, в общем, будет, я надеюсь, продолжать этот путь. Фестиваль — это такая вещь, это же праздник, по сути. Праздник без таких обязательств. Когда никто никому не хочет, в зал ходят те, кто хотят, а не те, кого на автобусах свозят и так далее. В этом смысле я удивлён, что... Не удивлён, в хорошем смысле удивлён. Мне вот показали фотографии залов, они практически полные, значит, есть интерес. Интерес к документальному кино — это тоже невероятно, потому что мы привыкли все, что кино — это нечто такое развлекательное. Прийти, отдохнуть, вот этот вот попкорн. Я тоже иногда хожу просто, наконец, отдохнусь. Покушать попкорна. Ну, просто отдохнуть и расслабиться, посмотреть кино, которое ни о чём. Когда, знаете, просто провести приятное время, просто выветрилось, чтобы из головы вся каша. А тут люди ходят на документальное кино, значит, интересно, значит, они работают. На документальном кино уже зритель, он обязан... обязан работать с автором фильма, ну, вот, посредством самого фильма. Поэтому я думаю, что у фестиваля «Прекрасное будущее» связано с тем, что есть здесь некая индивидуальность у этого фестиваля с технологиями. Потому что я не очень ориентируюсь в фестивальном российском движении. Мы все знаем два-три мощных фестиваля. Там вот этот киношок, кинокавр и там «Выбор». А вот так, чтобы привести VR-программу или дополненную реальность, то, что... Которая сегодня, да. Да, то, что будет. То, что, скажем, связано с технологиями, с будущим, с завтрашним днём, это, конечно, фишка, которую вашему фестивалю надо продвигать и в этом смысле отличаться от всех остальных. Да, да, Гелина. Могу, наверное, чуть-чуть поспойлерить. Всё-таки зрителям интересно, раз уж они все собрались, что не буду говорить, кто получил главный приз, но могу сказать, что зрители, посмотрев все картины, оценили картину «Репост». Вот, это картина, которая была предоставлена медиатекой нам в этом году, чем они нам очень помогли, потому что, конечно, понятно, что доставки, копии и так далее, это всё очень большой труд, тем более фильмы все в конкурсе у нас были иностранные, и, в общем, это всё правовая история, которую мы не можем обходить, потому что мы международный кинофестиваль, и мы, в общем, всё должны делать официально, вот, что тоже немаловажно. На самом деле список настолько сократился, я могу сказать, что это вообще большая удача, что мы международный кинофестиваль, потому что сейчас очень серьёзные требования Министерство культуры предоставило, и поэтому многие фестивали, я увидела список, многие фестивали лишились этого статуса, мы, слава богу, этот статус сохранили, вот, и поэтому, в общем, это важно. Но вот картина «Репост» победила, и тоже картина связана как раз с новыми технологиями, там такой очень загадочный сюжет, я думаю, что вы обязательно его посмотрите, вот, эту картину покажем, я думаю, что ещё раз, поэтому будет... Сегодня это будет или... Сегодня будем посмотрим, кто выиграет фильм «Победитель», да, если это совпадёт, то, может быть, и эту картину покажется. Примерно зрительские... Да, но зрители проголосовали за него, хотя интересно, что по поводу кино, кстати, документального, что больше всего автографов брали у режиссёра фильма «Отец Байкал», и это было просто поразителем, потому что с ней она действительно так стеснялась, потому что она вообще документалист, и она просто не ожидала, что люди на неё набросятся, потому что эта тема всё-таки про экологию, и я рада, что мы привезли это кино, потому что оно тоже немаловажное, о том, как вот люди борются искусством с экологическими проблемами на Байкале, и вот у неё брали автограф, и у неё просто не отпускали её целый час, все хотели с ней разговаривать, и на самом деле героев, которых мы привезли, они действительно очень такие известные люди. Например, про «Мозг. Вторая Вселенная» учёный, который приехал, Михаил, вышла буквально вчера статья про него, о том, что он вообще из его лабораторий, чтобы вы понимали, Илон Маск – это лаборатория основной поставщик сотрудников, понимаете, к человеку, который Теслой занимает, запускает в космос, то есть сам масштаб людей, просто они скромные люди, которые себя не выпячивают и так далее, но я увидела, что преподаватели там из Юргу, они с ним разговаривали на одном языке, понятно было, что им было интересно вместе пообщаться, потому что это учёный, настоящий учёный, до которого вот возможность дотронуться руками, поэтому действительно эта тематика вот такого кино с технологиями, о технологиях – это какая-то просто безумно глубокое море, в котором можно плавать и привозить интересных, умных людей, учёных в том числе. Ну, вообще фестиваль, можно сказать, что он превратился, и, ну, возможно, изначально вы задумывали, как лаборатория всё-таки, да? Здесь ведь вот уже Александр сказал, что люди были подготовлены и шли подготовленные люди, но, тем не менее, у вас была вот разница восприятия, например, профессионалов, чисто профессионалов, и зрителей. Вот даже вы уже сказали, что картина «Репост» больше понравилась зрителям, а у жюри, я так понимаю, всё-таки немножко некие другие оценки. Вот что оценивали вы и что оценивают зрители? Можно вот это вот сравнить? А мы не члены жюри. Да, мы, слава богу, не члены жюри. Это, знаете, тот самый случай, когда руководство фестиваля, они как бы не совмещают в себе должность жюри. Поэтому это, наверное, счастье. Но могу вот что сказать, что жюри, так как оно у нас, слава богу, очень разное по возрасту и очень разное по направленности своей деятельности, они все люди со своим мнением, вот, и спорили, спорили. Я надеюсь, что, да, в итоге они, да я точно знаю, что они все пришли к единому мнению, у них там свои какие-то на это взгляды. Но думаю, что всё-таки, так как у нас больше лабораторий, лаборатория и площадка для именно работы, обсуждений. И самое главное, чтобы появлялось кино здесь, на земле. И, наверное, вот это для меня самое важное, чтобы ребята могли дотронуться до реальных мейджоров. Поэтому я осознанно и руководство фестиваля не привозит режиссёров, которые уже не снимают, которые уже только ездят по фестивалям, потому что это всё очень здорово, но хотелось бы всё-таки, чтобы это были активные люди, которые сегодня в профессии, которые сегодня работают, сегодня занимаются кино. И приятно, когда мы можем вечером сесть, поговорить, обсудить, что Александр будет дальше снимать. И я понимаю, что он будет дальше снимать, и мы точно увидим его картиной в кинотеатрах, а не то, что он прекратит на этом свою творческую деятельность. Ну, если понравится фестиваль, то буду ездить по фестивалю. Никому ничего не должен, приезжаешь, там селят в хорошую гостиницу. Нет, но тем не менее, вот всё равно хочется вот как бы докопаться немножко. Вот снимается кино. В любом случае, вы же снимаете кино для зрителя. Что вы думаете, что интересно вот нынешнему зрителю, да, современному зрителю? Вот, потому что бывает так, что, а вот что-то не зашло, вот что-то, что-то, что не так. Бывает. И, например, те же молодые режиссёры, которые снимают кино, вот о которых вы сейчас заботитесь, да, они снимают опять же, и их не понимают. Сейчас я попробую прыгнуть в голову молодых режиссёров. Ну, смотрите, есть закон джунглей. Закон джунглей гласит, что заставить человека идти в кинотеатр, ну, невозможно. Поэтому в большом кино, коммерческом, там и так далее, существуют огромные рекламные компании, которые часто там стоят практически, там, ну, 50% фильма, когда просто уже ковровая бомбардировка, и не пойти невозможно. А дальше работает радио сарафанное. Либо нравится, кино заходит, и тогда вся страна идёт, и у нас это случалось с блокбастерами, и, в общем, это понятная история. Но заставить зрителей идти нельзя в кинотеатр, тем более на документальное кино. Я поэтому подчёркиваю этот момент. У нас вообще нет рынка документального кино, в принципе, кинотеатрального. Есть клубы, есть какие-то центры, и то там Москва, Питер. А вот так вот, чтобы прокатывать документальное кино, это, ну, такого не бывает. Да. Что хотят, ну, мне кажется, тоже рецепта нет. Понимаете, если бы мы знали, что хочет зритель, то продюсеры бы сразу ловко по этой формуле делали фильмы, как, там, в Голливуде же знают, что хотят, там есть просто правила игры. На восьмой минуте уже со всеми героями надо познакомиться, первый поворотный момент, там, точка невозврата. Ну, все эти учебники, у нас это не работает, в принципе. Потому что, ну, аналитика такая построена на умозаключениях. Прекрасные фильмы проваливаются, потому что, ну, не зашло. Ну, или не вовремя вышло. И поэтому борются за... Если вы знаете, все, что выходит на Новый год, там, в конце декабря, либо в начале, там, января, на каникулы, даже если очень плохое кино, оно собирает кассу. Потому что время... Это и поэтому идет борьба. Поэтому идет жесткая борьба за время. Потому что люди свободны. Прайм-тайм, да. И тут не вопрос качества фильмов даже. Поэтому очень... Есть фильмы, которые просто обидно, что они не взорвались, не собрали. Мне очень нравилось кино «Шпион». Было такое кино. Там и «Звезды», и «Бондарчук». Ну и все. И, в общем, яркий, придуманный мир. Провал полный в прокате. Хотя про него все время вспоминают. И я его, например, показывала своим студентам. И все смотрели, и у меня они все были в восторге. То есть, вот как пример хорошего, сделанного, придуманного мира, придуманной истории, все молодежь сидит. Но как-то вот он вышел так, как-то... Не вовремя, может быть, не так, не с таким слоганом, может быть. Ну, и все. И он не собрал все это. Шпионы были не в моде в этот момент. Поэтому я думаю, что рецептов нет. И потом зритель в Челябинске – это не зритель в Москве, это не зритель Южно-Водевостока. Ну, вот какой зритель в Челябинске? Ну, честно говоря, я не знаю. Ну, то есть, мне сложно сказать. Я думаю, что примерно это Екатеринбург. Ну, вот по, скажем, по таким параметрам интеллектуально востребованы, ну, такие люди, которые двигаются. Там, Новосибирск, где не глухая провинция, а прогрессивная, потому что у вас здесь, я видел, завод такой, что с ума сойти просто. Это не завод, а космический центр подготовки космонавтов. Вот, и я думаю, что это, ну, вот эта вот зона, которая, как бы, для людей, которые не уезжают отсюда, понимаете? Есть люди, которые уже родились тем, чтобы скорее свалить, а те, кто остаются, вот они же сильные, они знают, что хотят, они любят место, в котором родились, они хотят здесь быть первыми, лучше здесь быть первыми, чем в Москве стоит в очереди, ну, это и мягко говоря. Ну, это, да, мне кажется, все равно у нас в Челябинске, вот фестиваль, когда, да, мы начинали делать, задумывали, мы хотели изначально начинать, да, с питчинга, но у нас в том году этого не получилось, и слава богу, что в этом году у нас получилось. И нас губернатор Челябинской области Алексей Леонидович поддержал и выделил денежные средства, и прошел питчинг у нас очень хорошо. Он был в самом начале фестиваля, и на самом деле это поддержка молодых. Самое главное, что снимется две картины. Да, потому что все-таки у них не хватает, вот у нас в Челябинске, да, потому что в любом случае мы не Москва, не Петербург, не Екатеринбург, у нас здесь все равно это, нет такого развития, но я думаю, что это такой некий старт, идти дальше, потому что сумма все равно она приличная. Ну, не то, что приличная, она больше, чем в Москве. То есть я когда узнал, сколько на этом питчинге можно было выиграть, снимать, это просто хочется на время побыть с Челябинсом, просто питчинговаться. Нет, ну вот давайте немножко раскроем все-таки интригу. Вот на эти миллион триста можно будет теперь снять полнометражный фильм, да? Нет, это будет два короткометражных фильма. Один фильм будет документальный, один фильм будет игровой. Вот по поводу документального, может быть, он будет и полнометражный, просто сейчас это такой вопрос окончательного сценария и так далее. Игровой это будет короткометраж. Выиграли, собственно, одни ребята из Челябинска, вторые ребята приехали бороться сюда, которые учились в Москве, но они тоже все приезжие и все не из Москвы. И приехали сюда специально, чтобы побороться за питчинг, презентовали идеи. Но одну из идей могу раскрыть, что документальная картина будет сниматься про детский хоккей и про, собственно, противостояние двух основных команд Челябинской области. Это Челябинский трактор и Магнитогорская металлург. В общем, это безумно интересно. И как раз кино именно о детях. То есть это не приезжие звезды, как уже во взрослых командах играют все-таки игроки мирового масштаба, а в детских командах играют именно дети. И потом именно эти дети едут и поступают, и становятся лидерами в ЦСКА, в Ярославле. Для нас это как бы для всех не секрет. Поэтому здесь, наверное, вот эта судьба интересна, и ребята будут их наблюдать. Я надеюсь, что все получится. Даже уверена в этом, потому что у этих ребят уже есть и призы, и есть, собственно, опыт работы. То есть у них есть конкретные фильмы. А вторые, у них очень интересная такая социальная драма. Сюжет пересказывать не буду, пока нет фильма, чтобы не своровали. Потому что в документальном кино тяжело своровать, а в игровом. Потом можно по-тихому. Да, в игровом, да, тебе можно рассказать по-тихому. Но тоже очень приятно, что ребята, которые снимали здесь, уже снимали на территории Челябинской области, у них была картина, они делали там фильм презентационный про Челябинск. Поэтому у них точно, думаю, что будет красивая картинка, и все будет серьезно. Но действия фильма происходят тоже в Челябинске. Поэтому, наверное, это был как бы основной критерием. Мы никакой ни цензуры, ничего не предлагали, только критерий, что событие должно быть именно в Челябинской области. Ну да, там условия такие были. Я еще хотела сказать одну вещь, что интересно. Вот по поводу лаборатории, что у нас во время фестиваля приехал актер Олег Токтаров, и приехала Юля такшина, актриса. И что поразительно, они мало того, что они сделали, Юля сделала профессиональную лабораторию, она поехала к актерам, они сделали там вообще занятия и по пластике, и по актерскому мастерству, и поставили мини-сценку, и все это происходило. Они все это снимали и выкладывали в Инстаграм, и сейчас уже все друзья, все знакомы. Юля, она написала сегодня, что уже меня все актрисы спрашивают, «А почему тебя именно туда позвали? Мы тоже хотим. А что это там за лаборатория? Мы туда приедем». А у Токтарова, у него просто собралась куча людей, дети, и он там проводил им мастер-классы, утреннюю зарядку. И это, наверное, самое приятное, что они сами изъявили желание. То есть мы как бы не обязывали никого это делать, это было их личное желание что-то сделать еще в городе, помимо того, что показать кино и выйти на церемонию открытия. Они сказали, что это, конечно, здорово, но мы хотим еще что-то сделать для людей, пойдем в народ. И вот у каждого был свой способ. Ну то, что понятно, что они остались довольно счастливы, потому что люди действительно не на автобусах их привозили, а ребята сами собрались и сами встретились, сами поучились и как бы понабрали кучу автографов. Я вот не успела ни у кого автограф взять. У нас даже на открытие в два раза больше людей пришло, чем мы пригласили. Да, мы всех пустили, посадили на ступеньки, не так, как в Москве по пригласительным билетам сидят зубные иногда врачи и косметологи, а киношники не приходят. Здесь все-таки... А вообще вот теперь питчинг, вот в этом году это было впервые в Челябинске, теперь это станет все-таки с традицией? Ну мы будем надеяться, что да. Мы будем стараться, и я думаю, что в следующий год мы будем закладывать эти деньги. Это зависит еще от ребят, потому что я им сказала, что это безумная ответственность вообще участвовать в первом питчинге, взять деньги и снять кино. Потому что если они, взяв деньги... В следующий год мы должны показать эти картины. Я думаю, что если они покажут картины, и они будут действительно, и мы их покажем в рамках фестиваля, конечно, сделаем премьеры, то тогда и будет вера молодым ребятам в то, что эти деньги уходят не в никуда. Потому что всегда страшно, мне кажется, правительству выдавать деньги. Если вот так вот замахиваться на будущее, можно ли говорить уже сегодня о Челябинском кино? То есть вот есть... Вообще, если региональное кино задевать, вот из этого регионального кино все-таки Челябинское, вот вы можете как-то оценить вообще региональное кино? А потом мы уже про Челябинск тогда поговорим, Александр. Слушайте, но сейчас же гремит, если про региональное кино, якутское кино во всем мире, в общем-то, и главный приз московского фестиваля и так далее. То есть нет разницы регион или Москве. В Москве просто деньги, и там в Питере деньги. Но сейчас такая ситуация, что, в общем, можно взять вот этот аппарат и пойти снимать. Взять телефон, пойти снимать. У нас есть знакомые, которые сняли уже два фильма на телефоны, которые там получают призы. Вопрос увлеченности, заряженности. И, в общем, сейчас не конкурс технологий, а конкурс идей, скажем так. Если есть хорошая идея, во-первых, и отличный сценарий, за тобой приедут из Москвы, и с руками схватят, и еще будут требовать, чтобы ты снял. Потому что вопрос просто элементарно идей. Потому что все примерно одинаковое везде. Все уже где-то было. В Якутии выстрелы, потому что никто о ней ничего не знал. Ну, вот эти притчи, вот эти, это самое. У вас же там, ну, тоже много своих каких-то вещей, которые... Да, а вот Челябинское кино, вот чем оно может? Вот не притчами, а чем? Ну, почему не притчами-то? Вы зря, вот Клим, например, Нишипенко, во-первых, сказал, что он первые свои две короткометражки снял за 200 евро. Он когда узнал, что мы выдаем здесь такие деньги, он сказал, слушайте, а нельзя мне тоже было поучаствовать? Я бы тоже сюда короткий метр, свои у меня есть идеи. Он говорит, я свои короткие метры снял на телефон. Просто на телефон за 200 евро. И на самом деле у вас и у нас в Челябинской области здесь куча легенд, куча сказок. Здесь же просто безумно все эти уральские самоцветы. Это же целая кладезь вообще легенд, целая кладезь героев, которые здесь жили. И Шелковый путь, и не зря тут все эти верблюды. И многонациональный город абсолютно, который всегда здесь... Европа с Азии. Да, здесь можно придумывать все, что угодно. Это такая глупость, что люди пытаются найти какие-то все время идеи и снять там что-то где-то в Москве. Здесь гораздо больше есть того, о чем как раз в мире никто не видит. Я вот говорю, что есть закрытые города, например, фантастические, которые, ну как бы на этом делают. Многие там в Америке у них есть эти закрытые города. Почему они снимают об этом фильмы? А нам нельзя. Ну как нельзя? Да никто не просится к ним, все можно. Что за ерунда? Вы спросите руководство городов. Ну конечно что-то нельзя, но нельзя показывать серийные номера изделий. Я понимаю, но нельзя снимать как их строят. Но есть те вещи, которые ты можешь нарисовать картой, извините, в американских фильмах, блокбастерах. Едут на кораблях, взлетают эти, летят боеголовки. Но там тоже не показывают реальное вооружение. Ну поверьте мне. И нету реальных чертежей, как двигается подводная лодка США. Ну значит и мы можем вполне нарисовать просто другие чертежи, как это делается в кинематографе. И просто сделать наподобие. Я уверена, что и города с удовольствием бы пошли навстречу. Тем более там безумно красивая натура. Я в некоторых городах была. Сумасшедшие озера, горы, построены эти все городочки. Сейчас они, слава богу, реставрируются. Все это превращается в микромир. Ну в общем есть о чем придумать. Конечно есть. И все равно наш фестиваль это эксперименты с технологиями. Я считаю, что, как правильно говорят, что можно и на телефон. Понимаете? То есть идеи, мне кажется, у нас стремятся. Студенты, ну мне кажется, пойдет это все. А вот, Александр, вы же свой первый фильм «Путешествия» сняли на одном кадре, да? Вот это же тоже технология? Как глубоко копнуло. Сейчас я расскажу насчет этой технологии. Уже можно. Это было задание телеканала «Арте», и ВГИК участвовал в этом. Снять однокадровый фильм. Сначала надо было писать сценарий, потом, значит... Ну, я написал сценарий, и он выиграл. А выиграл, это плохо для ВГИКа, потому что ВГИКу пришлось снимать. Ну, то есть выделять средства и так далее. И это, в общем, такая история очень стремная. Все происходит в лифте, и на каждом этаже останавливается, и, значит, от рождения до смерти такая полупритча, трехминутная, все. И мы поняли, что снимать невозможно. Ну, одним кадром. Ну, пока он остановится, пока двери откроются, полфильма пройдет. И мы построили двери просто. И вот так вот делали руками, два человека. Раздвигали, раздвигали, сдвигали, раздвигали. Потому что невозможно... У нас не было компьютерной графики. Мы потом на монтаже эти кадрики вот так вот совмещали. И они приняли как однокадровый, но это однокадровый фильм. А реально снять не было невозможно. И там никаких технологий 20 лет назад не было. И очень удивительно, что я вспомнил про это кино. Потому что в этом фильме снялась первоклассницей Анна Цуканова-Кот, которая потом стала моей женой. Неплохо. Нет, я... К чему это все? Потому что с чего-то каждый... У каждого режиссера есть свой первый фильм. И вот этот путь начинается с чего-то. И вы пытались тогда все-таки технологию эту для себя изобрести. Вот здесь, вот вы, в тех режиссерах, которые подали свои заявки на питчинг, вы уже увидели какие-то шаги вот к такому большому пути, так скажем? Ну, я бы так сказала. На самом деле, мы все здесь реалисты. И я и Александр преподают во ВГИКе. Александр гораздо больше и серьезнее он мастер. Я преподаю только монтаж. И я вам могу сказать, что никаких чудес не бывает. Мы с Александром учились у одного и того же мастера, у Владимира Ивановича Ходиненко и у Фенченко Владимира Алексеевича. И вот Владимир Алексеевич говорит очень хорошую всегда фразу, что не надо думать, вы просто делаете и все. Не надо мне здесь ничего выдумывать. Он дает определенный цикл заданий, которые мы выполняли оба. И, в общем, надо просто делать. Не надо пытаться изобрести какой-то велосипед. Это просто надо научиться сначала, как в любой профессии. Вот как мы видели, там были на шикарном заводе, на этом ЧТПЗ трубопрокатном. И я понимаю, что человек, владельцы завода, просто создали такой город в городе. У них есть училище, у них есть там своя, можно сказать, почти армия. У них есть свои, они сами придумали, сами внедрили, что люди должны дуть в ту трубочку и проверяться на алкоголь. Они придумали свою систему премии поощрений, придумали свою систему борьбы между цехами. И там все стало развиваться. Все, вот точно так же и здесь. Не надо ничего бояться, не надо ничего придумать, надо просто делать, просто участвовать в питчинге, просто придумывать идеи, просто приходить учиться, потому что самое главное в этом питчинге даже было не столько победы, а сколько возможностей за день до питчинга прийти и научиться питчинговаться. То, чему в Афгике, например, не учат. У нас нет такого предмета. А здесь мы привозим Олега Богатого, который просто как для детского сада рассказывает. Вы выходите на сцену, вы должны так-то сказать здравствуйте, представиться, сказать, как тебя зовут, сказать название фильма нужно три раза, чтобы его запомнили в течение презентации. Нужно показать то-то, то-то, не надо показывать вот это. Покажите такие-то кадры, покажите то-то, покажите такие-то референсы, не надо брать такие-то референсы, чтобы не надо показывать все время, что ты хочешь быть Тарковским, это всех раздражает. Ну вот есть определенные какие-то уже такие умения и навыки, которыми люди пользуются во всем мире. Понимаете, люди едут и везде там в Лейпциге, везде в Сан-Венсе, петчангуются по этим правилам. Поэтому, наверное, вот это самое ценное. А то, что мы в них увидели, ну не надо требовать от них, чтобы они сейчас за три месяца подготовки к петчангу вдруг неожиданно вам придумали какие-то новейшие супертехнологии и так далее. Самое главное, что они пытались, боролись, и то, что их люди не бросят. Потому что все, кто были на петчанге, все, включая там компанию Canon, например, они сразу же сказали, мы поддержим камерами, ребятам дадим камеру на весь срок съемок и объективы. Я не знаю, где такое у нас еще видано. То есть это момент доверия, момент заботы какой-то. И явно там уже будут новые технологии. Потому что камеры, они дадут Canon не какие-то там, которым 30 лет на телевизионных студиях, не битакам выдадут, а выдадут современные камеры, которые пишут в Рапиде. Можно уже все, что хочется, и трафферы, и все снимать, и вот тебе новые технологии. Современные камеры, это новый iPhone. Новый iPhone, да. Вообще же iPhone, да, одинский там какой-то. С тремя объективами, такой микрокон. Поэтому думаю, что надо просто спокойно работать, вот как мы работаем, и все. И как верит в нас департамент культуры города, и искренне верит, что из года в год будет лучше, и мы вместе с вами учимся. А дальше будем получать какой-то фидбэк от города, и уже потихонечку какие-то комментарии приходят. А нам бы побольше этого. Вот хотели побольше российского кино. Мы привезли побольше российского кино. Хотели то-то. Но вы вот уже в начале сказали, что у вас уже какие-то идеи появились насчет будущего фестиваля. То есть вслед... Сколько он? Каждый год у нас будет? Да, он будет каждый год. То есть это вообще даже... Кстати, очень круто, потому что ежегодный фестиваль, и нужно время, чтобы подготовиться. И год, мне кажется, это даже и вообще мало. Мы, да, мы не прекращаем работать. Мы уже начинаем готовиться к следующему фестивалю. Вы уже к чему-то... То есть вы будете определять, какие фильмы вы будете привозить, какая тематика, или какие жанры здесь интересны, или вы будете приучать зрителя к настоящему хорошему документальному кино, игровому кино. Вот как вы тут определяете тактику? Мне кажется, тактику мы определили еще год назад. Мы просто развиваем фестиваль, потому что это новые технологии, и таких нет фестивалей. Я еще раз повторюсь. Поэтому мы уже подумали, как будем мы на следующий год делать, да, и проговаривали о том, что, наверное, мы еще основной упор сделаем на лабораторию. Да, мы думали о том, что, наверное, новым будет, ну, помимо фильмов, у нас в этом году, кстати, российский кинематограф будет богат на фильмы с новыми технологиями, и все ждут Бантерчука с его притяжением 2. Вратарь галактики. Да, Вратарь галактики как раз закончится, и, в общем-то, я думаю, что в этом году будет и российские, наконец-то, фильмы с технологиями, потому что, кстати, тоже со многими режиссерами разговаривали, они говорят, ну, мы вот выпускаем свое притяжение, но мы же ни на один фестиваль поехать не можем, ну, потому что, по сути, это как бы... Ну, нечего. Да, куда? Нет, и просто за них, их на фестивале не берут, потому что на фестивале берут арт-кино, да, и как бы с, это, с высоким духовным смыслом, а эти, как бы, картины считаются для зрителя, при этом зрители-то хотят смотреть эти фильмы, потому что с духовным смыслом тоже хотят смотреть, но, в общем-то, это... Да, люди хотят в основном это посмотреть, а они проходят в прокате неделю, и все заканчивается, все дальше, а особенно в Челябинске их, вот мы пришли, я удивилась, просто полный зал, два года назад вышла квартира «Салют-7», и просто полный зал сидел людей, потому что ребята не видели эту картину, люди не видели, они были счастливы, что им привезли «Салют-7». Они в кинотеатры... Еще есть режиссеры. Да, эти инженеры, да, они не доходят до этих кинотеатров, они работают с утра до вечера, у них воскресенье выходной, они выходят и домой идут хоть немного отдохнуть, поэтому здесь и тут еще и режиссер приезжает. Но надеюсь, что вот лаборатория, мы в следующем году подумали, что все-таки мы сделаем, попробуем сделать некую лабораторию, чтобы студенты не просто могли пообщаться час там с режиссерами, а смогли за 2-3 дня сделать какие-то маленькие упражнения, маленькие какие-то свои там микроупражнения, короткометражки, потому что я понимаю, что им просто... Они голодные до вот конкретных навыков, просто до конкретных, вот до того, чему учит Фенченко. Просто сделать, не знаю, там, однокадровый фильм. Ну, хорошо. Вот вы сейчас такие вещи говорите. То есть получается, вот сегодня у нас с телефонами, ну, каждый, вообще каждый, да? Да, вообще каждый. И вот таких вот сам себе режиссеров очень много. И каждый считает, что он может снимать кино, выкладывать там и так далее, и так далее. И если он просто вот этими навыками будет обладать, то, в принципе, уже может подавать спокойно заявку на следующий питчинг или там куда-то. Ну, у нас на питчинг вообще не было ограничений. Ты не обязан учиться в университете, ты вообще не обязан, ты можешь учиться где хочешь, хоть быть, не знаю, стокарем и подать заявку. Нету никаких ограничений и никакого профессионального образования не нужно получать, потому что, ну, при всем уважении, но у меня достаточно много друзей, которые занимаются сейчас там видеоартом и так далее, они вообще не имеют никакого профессионального образования и нигде они не учились. И в ГИК, они в ГИК, вон Климп Шипенко в ГИК не заканчивал. Ну, как бы при всем уважении, поэтому сейчас можно много где научиться, можно просто смотреть, купить себе вон пакет этих видео, лекции голливудских режиссеров и актеров, и, в общем-то, их смотреть, и на них учиться, и смотреть фильмы, как Тарантино, и самому что-то снимать. Нету никаких ограничений, но все-таки не все, что мы снимаем на телефон, является кино. Это вот для меня принципиальный момент, потому что понятно, что мы все можем снимать сторис и кривляться перед зеркалом, но является ли это фильмом, я вот у меня большое сомнение. Для меня кино – это все равно драматургия обязательно, которая имеет завязку, кульминацию и развязку. И это золотое сечение, которое есть в кинематографе, его никто не отменял. Если его нет, на что бы ты это ни снял, это как угодно можно называть, там, видеоарт, видеоаттракцион, все что угодно, но это не будет фильмом. Поэтому, наверное, вот это основной критерий. Все-таки кино – это кино, и все картины, которые мы привозим, они все имеют драматургию, именно поэтому зритель на них идет и не выходит из зала. Потому что, конечно, просто видеоарт, его интересно смотреть на выставках, на выставках современного искусства, когда ты проходишь мимо. А здесь это такой жанр, который должен держать, в общем-то. Александр, вот какое кино будущего все-таки больше… Все равно идут такие рассуждения и даже споры. Либо кино должно быть вот такое классическое, естественное, без всяких компьютерных каких-то технологий и так далее. Либо это все-таки вот что-то такое технологичное. Вот каким должно быть кино? Ну, у меня позиция немножко старомодная на сегодняшний день, без предчувствий. Я считаю, что все, что дальше 3D – это уже аттракцион. Если говорить, что кинотеатр – это место развлечения, прийти там и так далее, ну, такое кино будет и будет смотреть, можно будет отворачиваться, поворачиваться, выйти, зайти, ну, как бы такое кино для… Ну, как телек мы смотрим, между прочим. Там хозяй фонов, да. Это будет такой фон. Иногда приятно, иногда неприятно, иногда хочется залипнуть, поспать и так далее. Но сколько времени уже прошло, вот сто лет практически, главный принцип не меняется. Это история, рассказанная о людях, когда ты начинаешь за кого-то болеть, переживать, жить его жизнью и так далее. Поэтому я думаю, что классицизм из кинематографа никуда не уйдет вообще, потому что даже в кинотеатре сейчас, ну, посмотрели мы «Аватар», все ахнули. А сейчас потихонечку 3D, в кинотеатре там 15 залов, только один из них 3D, но не идут. Идут на обычную экран, чтобы посмотреть историю. Глаза. Даже если это экшн красивый, если это фэнтези, фэнтези, все равно все что угодно, там хоррор, это история. Ну, то есть, «Терминатор» я могу смотреть бесконечно, хотя там это, ну, компьютерная графика, там первый, второй, третий, потому что там есть истории, есть за кого переживать и так далее. Кино будущего, чтобы найти кино будущего, надо смотреть назад, как мне кажется. Будущее технологическое, оно бесконечно, ну, мне кажется. Ну, появятся запахи в кинотеатрах. Ну, что еще? Ну, есть, вот я шел по вашему Арбату, там есть 7D, то есть, тебя и трясет, и прыскает в лицо что-то. Ну, это 4 минуты аттракциона, а дальше тебе будет плохо. Да. Потому что кино, это для тех, кто смотрит, думает и переживает, ну, когда включается чувство, они когда тебя бьют по спине, как будто сзади кто-то с ледорубом, ты будешь дергаться. Я за VR, это безумно интересно, но надо понимать, что это аттракцион. Ну, это офигенное развлечение, даже если сделать. Ну, да, но они даже, вот, Гоша Молодцов, который привез, собственно, VR, он сказал, что, я у него спросила, говорю, ну, как вот там, ты относишься, там, полтора часа, вот, с ним, вот он говорит, да нет, ну, зачем? Он говорит, это не имеет никакого смысла. Это интересно, вот в этом формате, когда сделали про белого металлурга картину, которую мы привезли, показывали на ЧТПЗ, это важно вот в этом формате, когда это длится 5 минут, и за 5 минут парень, который сначала мы видим простого парня, думаем, что он просто какой-то парень, он рассказывает историю, то, как он пришел работать на завод, и мы 360, мы крутимся на стуле, мы видим, в каком он кабинете работает, что он делает, какие люди его окружают, они в этот момент работают, а потом мы выходим в этот завод, и видим, как надо нами летит этот ковш с металлом раскаленным, и он там вливается в форму, и, конечно, вот это ощущение, и мы понимаем, что этот парень, он никакой не парень, а он там главный технолог у них, и что на нем ответственность за все вот это, что там двигается, и за весь этот металл, который льется, и да, это, конечно, звук безумный, но ты это смотришь, на протяжении вот 6 минут, это законченная драматургия, с законченным текстом, и в конце приходит этот парень, и он совершенно за это время изменился, и мы уже от простого мальчика, который зашел на завод, поняли, что это главный технолог, и что на нем вот эта вся ответственность, и эти люди все вот их руками делаются, все, на чем мы там сидим, ездим, вагоны, трубы, и все остальное, и ты испытываешь определенный, вот в кульминации, все у тебя счастье безумное, в этом есть смысл, и понятно, что новые сотрудники, которые мечтают там, и идут работать, и все дела, вот они смотрят это кино, и это тоже важный, как бы момент для них сделанный, тогда это имеет смысл, а так просто бессмысленно, в этом VR, если бы мы понаставляли туда какую-нибудь ерунду, люди бы просто, у них закружилась бы голова, и на этом все закончилось, сегодня вот у всех будет возможность дополненную реальность пощупать, это вообще, это вот настоящий аттракцион, хотя он используется очень активно во всех международных выставках, потому что сейчас уже просто так говорящая женщина из экрана, когда в тот момент, когда у нас миллион экранов вокруг, очень тяжело человека сосредоточиться, чтобы он вообще понимал, где он находится, а здесь у тебя есть возможность одеть очки, и попасть на полном серьезе, например, в Тобольск, и просто стоять посреди крепости, и ходить по ней, звонить в колокол, и на полном серьезе путешествовать, или там ехать на велосипеде по полю, там и определенным образом образовательная программа, возникающие вопросы, которые ты ловишь, там едешь на этом велосипеде, поворачиваешь его, в общем, для меня это тоже отдельная вселенная, Ну, может быть, тебе тоже какое-то определенное время будет интересно, а потом к этому уже будут относиться как к обыденному, и скажешь, что, что это? Ну, в свое время кино тоже было аттракционно, и оно живо, в этом смысле время покажет, мне кажется, VR никуда не уйдет, потому что это реально круто, и дополненная реальность, просто... В своем формате. Ну, 7D, ну, 12D будет, еще что-то такое. Нет, ну, слушайте, вот здесь момент того, что очень важно понять, что кино, понятно, что мы привозим кино с использованием новых технологий, но это не отменяет того, что все фильмы затрагивают самые важные темы, что, извините, но там картины про то, что, например, девушка не может найти возможность разговаривать с мамой, с отцом, у них нету никаких, например, контактов, и она находит возможность общения через то, чтобы создать свою страницу на Ютубе, ну, я уверена, что это актуально вообще для всех сейчас взрослых, потому что мы все столько работаем, мы все все время заняты, мы зарабатываем бесконечно деньги, чтобы этих детей прокормить, а наши дети, у них нет возможности с нами общаться, нам кажется, что мы по фейстайму им позвонили домой, ну, мы же поговорили по фейстайму, но ничего, что нас не было, две недели, мы не знаем, что психологически эти дети испытывают, мы даже не задумываемся об этом, и для этого я это кино привожу, потому что я сама этого боюсь, сама много работаю, сама понимаю, что мой разрыв с ребенком грандиозный, никаких бабушек, которые как со мной сидели здесь на Урале, в Копейске и в саду, в огороде нет, ничего в огороде у меня ребенок не сидит уже, у него нет просто этой возможности, и ни у кого нет практически, сейчас все работают, идут в пятерочку, покупают еду и приносят домой, никому не охота сидеть с помидорами, я все это понимаю, но вот мы для этого привозим это кино, чтобы мы понимали, что эти технологии хороши, когда они в меру, они хороши, когда они не заменяют, и когда роботом не становится мама, а когда мама есть настоящая, и, наверное, в этом есть конфликты. В этом смысле как раз я и хочу сказать, что вот фильм «Инсайд», который вы привезли о слепом молодом человеке, вот как он был воспринят, и вот какие вам вопросы задавали, насколько они были вам интересны? Ну, как Саша Иценко так убедительно сыграл невидящего, как работать и так далее, ну, это главный вопрос, как это происходило? Общался ли я с настоящими невидящими? Ну, такие они более вопросы любопытствующих, в общем-то. Мы больше не фильм обсуждали, потому что там… А как, да? Как и не про фильм говорили, в основном, а про будущее, про то, как снимать первое кино, как писать короткий метр, очень был конструктивный разговор. Кино – это повод всегда. Ну, то есть я очень не всегда люблю отвечать на вопросы про фильм, он уже сделал. Ну, в общем-то. Что еще сказать? Да, что сказать. Там были конкретные вопросы, которые там… При Иценко мы, значит, коснулись в принципе кастинга, как… кого выбирать, как, по каким принципам. Ну, это такое было общение, полезное, я считаю. Кино – это повод. А вот бывает, что снимаешь кино, вот ты хотел одно, ну, это я вот про… Вообще режиссера бывает такое. А зрители совсем другое поняли. И вот такое разочарование, ну, это же вот про что. А у меня не разочарование, у меня очарование этой ситуации. Я просто иногда открываю новые смыслы, которые меня открывают. И я так об этом и не думал, но старательно делаю вид, что я это и задумывал. Нет, поэтому необходимо встретиться со зрителем, чтобы получить… Чтобы вы поняли. Да, и фестивали в том числе очень важны, потому что когда ты отпускаешь картину в большой прокат, ее посмотрело там, миллион человек, ты вообще никого не знаешь. А здесь конкретные лица, которые увидели твою картину. Ответствоваться нельзя. Ты смотришь на них, они на тебя. И это необходимое общение, показанный фестиваль, потому что ты видишь своего зрителя не вообще, а абсолютно конкретно. Ну и вот в завершение, сегодня все-таки церемония закрытия. Что там предполагается, когда, во сколько и где, и чего вы от этого… С каким посылом вы будете вот эту церемонию проводить? Посылом к зрителям, конечно. Ну, конечно, сегодня у нас закрытие. Это будет у нас там же в манекене церемония. Мы тоже пригласили много зрителей. У нас это будет в 6 часов. В 19 часов это будет показ фильма. Вот, тот победитель. Победитель. Да, фильм «Победитель», который возьмет главный приз. Вот. И, конечно, так же, как и открытие, мы делали с форматами новых технологий, так же мы это оставляем и в церемонии закрытия. Будет интересно. Вот. Будет по-новому, потому что да будет уникально. Вот. Я не буду сейчас, наверное, все рассказывать. Это все увидят. Вот. Потому что я... Знаете, на самом деле фестиваль у нас проходит в рамках Дня города. И это, конечно, ну, интересно очень. Потому что управление культуры в принципе делает все площадки городские в рамках Дня города. Но еще и предчувствие, которое все-таки, как мы все говорим, нас не обмануло. И фестиваль прошел очень хорошо. Вы знаете, я бы хотела еще поблагодарить два завода, которые приняли участие. Это Конор, вот, Бондаренко, Валерий, который нас тоже поддержал. И они нас пригласили. У нас второй год там был показ фильма. И у нас было, знаете, такое некое двойное открытие в фестивале, потому что мы в два часа были на Коноре, а в шесть часов мы уже были в манекене. Вот. И Вадим Михайлович Евдокимов был, и на Коноре, и также в манекене. То есть мы ездили, и полный зал был на заводе, и там была встреча очень интересная. И на самом деле, о чем говорят работники, о том, что они ждут фестиваль, потому что в том году им очень понравилось, и в этом году тоже их никто не разочаровал, потому что хорошее кино. Да, там как раз самый такой зритель, строгий, потому что это простые люди, которые приходят, их никто там не держит, ты же не обязан сидеть. Если кино скучно, ты встал и ушел. И в этом смысле, конечно, ну и ЧТПЗ. В этом году нам подключились к нам, мы тоже предоставили свою очень крутую площадку. Меня вообще поразило просто, насколько на этих двух предприятиях хорошо сделаны залы. То есть у нас в Москве таких площадок, вот чтобы прям сделан был именно кинозал с хорошим звуком, с классными креслами, где тебе полтора часа не надо вставать, и у тебя потом не болит спина. И они прямо и ДК, это такое сделано, отремонтировано, у ЧТПЗ просто прекрасно, все тебе есть, холл, кресло, экран, все стоит, все сидят комфортно, смотрят кино, как будто бы они в хороший кинотеатр пришли. Поэтому тут, я думаю, счастье. Да, но на самом деле я думаю, что все-таки мы идем верным путем, и в манекене мы в этом году поменяли кресло, и на следующий год у нас запланирован ремонт в самом кинозале Мини Пушкина, и там мы будем тоже, я надеюсь, менять кресло. Но уже к новому, к третьему международному предчувствию. Ну и на следующий год у нас большая реставрация фасада будет театра плюс кино, потому что интересные у нас два зала с разными историями. А вот сейчас мы так много про это говорим, уже все равно действительно, и с каждым годом зрителей будет прибавляться, а вот с местами у нас все будет в порядке в следующем году, потому что вот если сейчас сказать, чего не увидели те зрители, которые не пришли, то это же тоже интрига, вот, и все будут уже потом сидеть и кусать пальцы, в этом году счастье, то, что я услышала в кинотеатре знамя, когда ко мне подошла женщина и сказала, ну как же вы так делаете, вот у вас документальная программа начинается в 6, а вот игровой фильме тоже хочу посмотреть в 7, а вот они в разных кинотеатрах, и я подумала, боже, неужели это произошло, и действительно люди сами пришли, и они там откуда-то у нее эта программка, я все отследила, я же взяла, говорит, отгул с работы, я понимаю, что это просто взрослые, почему я не успею, а что же мне посмотреть, я говорю, да я не могу вам посоветовать, она говорит, ну как вы руководство посоветовать, какой из фильмов лучше, я говорю, ну как, я говорю, вроде бы все хорошее, да, привезли, поэтому, ну в следующем году будет еще одна площадка, это кинотеатр «Импульс», уже три площадки будет, поэтому думаю, что все, в общем-то, расширится, да. Да, кинозал «Импульс», на самом деле у нас, мы сделали ремонт, вот, у нас сейчас кресло на подъезде в город Челябинск находится, вчера они были в Сызрани, мы их отслеживаем, вот, и будет 600 мест, 600 мест, да, но и оба завода подтвердили, что они в следующем году нас также будут поддерживать, и обе площадки сохранятся, и у нас будет показ, как и на ЧТПЗ, так и в Коноре, который нам в этом году очень помог, в том числе и с транспортом, и вообще со многими вещами, это на самом деле большое счастье, что местные руководители заводов как-то... На самом деле, потому что, когда, да, мы написали письма с поддержкой фестиваля, звонили все, говорили, да, предчувствуем и знаем, мы готовы вам помочь, что вы хотите, в чем нужна помощь, и мы вот проговаривали, то есть у нас и Борис Ефимович Витгов тоже нам помог, потому что уже и жили у нас в отеле Витгов в этом году, А номера для Александра Кота будут зарезервированы на следующий год? Конечно, они уже... Если Александр приедет, мы всегда за, мы всегда за... Да, я приеду вместе с Сергеем Валентиновичем. Да, Сергей Валентинович в следующем году обязательно будет. Сегодня он отправил нам тут секретное сообщение, поэтому я думаю, что мы его все увидим на закрытии, только в современных технологиях. Ну, еще знаете, что хотелось бы подчеркнуть? Еще в Пушкино мы в этом году тоже поставили DCP, потому что в том году у нас сам кинотеатр купил экран, вот, руководство, а в этом году мы провернули все эти, знаете, да, федеральные законы и все эти закупки. Это, да, очень большая работа, и купили DCP, потому что DCP у нас теперь и в Пушкино, и в кинозале импульс тоже DCP мы уже закупили, новый звук, новый экран, и мы идем в верном направлении. И нам точно не стыдно предлагать режиссерам у нас кино показать, потому что я вот уверена в том, потому что для режиссеров, я думаю, Саша меня поддержит, что очень страшно, когда ты приезжаешь в некоторые города, а твой фильм показывают на телевизоре, тут вот есть один фестиваль такой, но в телевизионном конкурсе, и ты в ужасе смотришь свой фильм, который ты вкладывал, съемки, на реды, все снимали, а потом на телевизоре его смотришь, или на каком-то страшном экране, поэтому здесь нам точно не стыдно. Ну и в знамя, и в знамя тоже повесили новый экран. Серебряный экран, да, к которому нельзя прикасаться. Это на самом деле благодаря Наталье Петровне Котовой, потому что она поверила в нас и сказала, ну хорошо, я подпишу, главное не подведите. А серебряный экран, он чем? Ну он просто совершенно другая светопередача, и совершенно по-другому картинка выглядит, да, потому что все-таки в знамени, представляете, это старейший кинотеатр, и в общем-то экран был такой, тоже старейший. Все идем в знамя. Да, помогли за одной всем мейджором. Поэтому предчувствие помогает на самом деле, поэтому мы идем дальше. И Челябинск становится не только театральной столицей, но и ценой кино. Потому что театральная уже по праву, Челябинск, город театральный, но я думаю, что кино тоже у нас будет. Ну все, сегодня все на закрытии, 18.00, значит, мы куда еще идем-то? Все, да, в Пушкино. Кинотеатр Пушкино. Кинотеатр Пушкино. Вот. Спасибо. Всех ждем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.